Все вы наверняка слышали выражение «фляга свистит», а все ли вы слышали, как реально свистит фляга? Слушайте. В старинном уральском селе Некрасово под Белояркой, которая на 200 лет старше Екатеринбурга, которому как раз сегодня 299, все 700 местных жителей готовятся к очередному, то ли второму, то ли уже третьему сезону, когда легко можно озолотиться, открыв пункт проката кошек, самых обычных кошек, можно с двумя зубами, можно с тремя, а также карабинов, ледобуров и ледорубов, словом, снаряжение для ледолазания. Специально для этого Некрасовский сельский совет не ремонтирует местную достопримечательность. По сравнению с ней Эйфелева, Пизанская или даже Невьянская башни меркнут, но только зимой. Летом Некрасовская башня тупо топит окрестные огороды и погреба аборигенов, но они не ропщут. Тихо матерятся, но знают, что придет зима, и вот тогда у них все заколосится, как в Куршевеле. Совсем уже скоро башня-кормилица наростит себе шубу, и тысячи туристов и паломников ломанутся на нее, поглазеть, поползать, да селфи экзотично эксклюзивное запилить. Оборудуй фотозоны и порублю с носа, миллионером станешь. Благо зима у нас длинная. От тех же ледолазателей отбоя не будет. Им пирожки пеки до чайности в термосе, облимонишься. Ну, а во-первых, это красиво. И только самые несознательные брызжат что-то насчет бесхозяйственности, головотяпства, разгильдяйства, местечковых руководителей, из-за которых эта хабазина когда-нибудь чебурахнется и кого-нибудь под собой похоронит. И совершенно очевидно, что произойти это может в любой момент, но только не в зимний сезон. Продолжение следует...